Альфред Грибер. Авторский курс «Грамматика практического иврита». Урок номер 77. Общее сведение о глаголе. Часть 2. Урок ведёт Альфред Грибер. Так как у каждого глагола имеется целая система форм, зависимых от времени, рода, числа и лица, то в качестве начальной, исходной, основной, базисной, словарной формы для классификации глагола в иврите принята форма третьего лица прошедшего времени мужского рода единственного числа. ВУ. От неё и выводится полная система спряжения любого глагола. Корень является основным строительным материалом глаголов. Согласные буквы корня повторяются во всех или почти всех формах спряжения определенного глагола. Корень глагола может состоять из двух, трёх или четырёх букв. Так как слово «поаль» со значением глагола имеет корень, который состоит из трёх букв, принято буквы корня обозначать буквами данного слова. Буква «пэй» обозначает первую букву корня. Буква «пэйн» обозначает вторую букву корня. Буква «ламед» обозначает третью букву корня. В иврите, как и в русском языке, глаголы имеют три наклонения. Глаголы изъявительного наклонения «дерех ахивуй» обозначают вполне реальное действие, которое совершается в определенном времени, прошедшем, настоящем, будущем. То есть действие происходило, происходит или будет происходить. Глаголы повелительного наклонения «дерех ахивуй» выражают просьбу, совет, приказ, побуждение к действию. Они имеют только формы второго лица мужского и женского рода единственного числа, а также второго лица множественного числа. В разговорной речи в качестве повелительного наклонения часто употребляются формы будущего времени. Глаголы сослагательного или условного наклонения «дерех ахтнаи» обозначают желательность действия, возможность совершения действия при определенных условиях. То есть действие не произошло, но оно могло бы произойти при известных условиях, которых не было. Глаголы в иврите, как и в русском языке, имеют категорию залога, которая определяет отношение между объектом и субъектом действия. Действительный залог «актив» обозначает действие, которое совершает субъект. Страдательный залог «пассив» обозначает действие, которое воспринимается субъектом, выступающим в роли подлежащего. Возвратный глагол «поаль-хозер» обозначает действие, которое совершается самим производителем действия или направляется на производителя действия. Переходный глагол «поаль-йоцэ» обозначает действие, которое направлено на предмет, производит или изменяет предмет. Непереходный глагол «поаль-хомэд» обозначает действие, которое не направлено на другой предмет. С фонетической точки зрения не все буквы равноправны. Одни не произносятся в определенных позициях слове, другие не могут удваиваться, третьи ассимилируются, то есть сливаются с последующими буквами. Все эти фонетические свойства букв, которые составляют корень, отражены в понятии «гизра» со значениями «разновидность корня», «выкройка», «фигура, когда решит о человеке», «телосложение», «сектор» как часть круга, «гизра». Каждая «гизра» объединяет в себе такие корни, которые характеризуются закономерностью и постоянством. Группа глаголов, которые построены на основе корня по определенной модели и обозначают различные изменения значения корня в плане качества, количества и направленности действия или состояния, то есть имеют специфическое грамматическое значение, объединяется понятием «бин-ян» со значением породы глагола, особая форма построения глагола, тип глагола, здание, сооружение, строение, постройка, строительство, бин-ян. В каждом бин-янне глагольный корень образует совершенно самостоятельные глаголы. Продолжение следует...